Здравствуйте дорогие друзья! Мы сегодня забрались в Малый Маяк, вот здесь на выставке. Сейчас вам расскажем о замечательных мопсах. Девчонки скажите пожалуйста, что такого в этой породе потрясающего, что все их носят на руках. Ну я не знаю, наверное его, конечно, грустные глаза в первую очередь. Такие, которые выпросят, наверное, все. Хочется обнять, поцеловать и просто залюбить. Собака-компаньон, собака-второй ребенок. Ну и радость для тех, кто их держит. Умные, преданные, конечно, понимающие, но любят не послушаться иногда. Конечно, характер проявляют. Если он хочет, он тебе понимает все и делает все, а так понимает, но делает исключительно по-своему, только по-своему. Мопсики вправду удивительные создания. Любят ласкаться и вздремнуть, валять дурака и нежничать с любимым хозяином. Выставка на небольшом стадионе в Малом Маяке, буквально на берегу моря, была какой-то душевной по атмосфере. Удивительно красивое место для кинологических мероприятий. Выставки обязательно, я считаю, вот мое личное мнение, что обязательно должны проводиться выставки для популяции пород, потому что люди должны видеть собак. Бывает, выходит в ринг собака, а люди даже не знают, что это за порода, никогда не видели. Ну и главная, наверное, задача выставок – привить любовь людей к нашим меньшим братьям, более доброты, потому что я считаю, что дети должны расти с собаками вместе. Ну а мы продолжаем знакомить вас с породным разнообразием. Перед вами восточноевропейские овчарки. Представители этой отечественной породы все чаще стали встречаться на крымских выставках. Любовь к ним с детства. Было много восточноевропейских овчарок, ну и как бы неизменная традиция этой породы. А в чем вот такое зерно в этой породе? Что такого, что отличает их от других? Ну, как бы мне симпатизирует эта порода, например. В Великую Отечественную войну эти собаки много заслужили, вынесли на своих, так сказать, лапах, в боевых сражениях, так сказать, шли, не жалея своего здоровья, там, жизни, вытаскивали людей. С ней вот сколько было собак, никаких хлопот особых нет. Она рабочий пес. Ну, а для Вильмы это первая выставка. Первые шаги на ринге собака делает с удовольствием, ведь выставляет ее любимая хозяйка. Немецкая овчарка – это порода, которая всегда преимущество в первых лидерах. Она и по охране, и по пастушьям, и для души, конечно. Такой окрас, ну, попробовали, были немцы, конечно, с обычным окрасом, а черный – это первая наша собака, попробуем черный, хотим, чтобы побольше черных немцев было. Интересный окрас. Ну, как вы уже подружились? Мы подружились, нам 9 месяцев, на уровне мы еще ребенка, конечно. Очень постигаем азы школы собачьей, ходим, занимаемся, ну, надеемся быть чемпионами. А тут еще и заводчик подошел посмотреть на своего щенка. Любимая передача «Наш клуб Шико». Поздравляю вас с вашим юбилеем. Очень хочется вас видеть дальше, дальше и дальше. Большое вам спасибо за проделанную многолетнюю работу. Мы продолжаем экскурсию по выставке собак в Малом Маяке. В этом сезоне оказываем особое внимание спаниелем, как редким очень собакам. Скажите, каков он? Наша собака очень миролюбивая, но в то же время с характером. Очень любит детей, очень любит собак. Ну, был такой период, что слегка испугался. Очень домашний, очень скучает по нам. Если нас вдруг нет дома, он будет скулить до последнего, вплоть до хрипа. Ну, как любая собака, она любит тепло, уход, любовь. И чтобы с ней занимались и уделяли много времени. Ну, как английские спаниели, они вообще по интеллекту умные? По интеллекту умные собаки, умные. А сейчас постараемся разобраться, чем американская акита отличается от японских. Лучше хозяев это никто не скажет. Американская акита произошла от японской акиты, вообще корней. Но идет смесь материковая с мастифами, с немецкими овчарками. Ее не было до конца войны в каталогах, на выставках. А американцы ввели уже эту породу и начали разводить. А какие они по характеру? Что взяли от японцев, что от немецких овчарок? Ну, наверное, это свой характер как-то сформировался. Индивидуально, да. Как вы можете его охарактеризовать? Собака-кошка. Они ласковые в кругу семьи, как кошки. Повадки очень похожи. Тихие, спокойные. Тихие, спокойные. Не гавкают зря. Добрая, ласковая. Очень-очень отзывчивая. Прям, ну, рвется всегда. Только кликни, позови. Всегда должна быть рядышком. Собака-компаньон в полном смысле этого слова. Следит за каждым движением, за каждым взглядом. Прям все-все-все. Все понимает? Очень умные. И при всем этом молчаливые. Своим присутствием, как бы, получается, не беспокоят ни соседей по улице, никого. Детей обожают. Очень нежные, ласковые. Ну, лучше нету друга. На выставке мы увидели ветерана. Вот такого замечательного восьмилетнего пса всего в медалях. Представьте нашим телезрителям. Здравствуйте. Его зовут Конан Ночной Страж. Он родом из Сибири. Мы три с половиной года, как уже в Крыму. Вот эти вот медали, которые представлены на нем, это не только с выставок. Это еще у него очень богатая спортивная карьера. Эта собака занималась в молодости большим русским рингом. Общим курсом дрессировки на первую степень сдал. Вот. Он у нас очень любит, как бы, вот такие все публичные мероприятия. Очень хорошо выступает на них. Ну, а выставки – это наша маленькая слабость. С выставок у нас, можно сказать, самое большее количество медалей. Конечно же, это не все медали, которые на нем сейчас представлены. У нас еще дома примерно два таких же пояса есть. Вот. Поэтому вот мы два дня, как вышли в юниоэти, ветераны. И мы решили, вот, как говорится, вот эту прекрасную выставку посетить и попытать счастье. Скажите, говорят, что каникурсы очень умные, благородные, хоть и грозные. Да, это действительно собака, которая имеет грозный вид, но внутри она очень добрая, открытая. И просто так она никого обижать не будет. И я за что люблю эту породу, что у них очень большой интеллект, огромный. И, в принципе, он прекрасно подается дрессировке, поэтому другой собаки для себя я не вижу. Ну, а папильоны – моя слабость. Одни из самых красивых малышей на планете. А главное, эти собачки никого не раздражают своим лаем. Они очень добрые и ласковые. Вот эта вот девочка у меня тоже очень добрая и ласковая. У нее немножечко характер подпорчен, потому что на нее дворовая собака напала во время первой прогулки. Вот. И мы сейчас немножко вот поэтому проявляем охранные качества. А вообще, вообще папильон – это собака-компаньон. Поэтому, если хозяину надо, чтобы она была рядом, она рядом. Если хозяину не надо, то не надо. Дома тишина, веселье. Еще очень люблю померанских шпицев. В последнее время часто вижу их на руках молодых людей. Это радует. Порода будет процветать. Почему из множества пород взяли померанского шпица? Ну, в первую очередь, из-за прекрасного внешнего вида. В вторую очередь, это интеллект. Мы проходим сейчас общий курс дрессировки. Собака очень замечательно поддается. И с такой породой у нас амбиции большие. Хотим чемпионами быть. Тренировать было сложно? Нет. Есть свои индивидуальные особенности характера, но подается довольно-таки быстро. То есть, довольно-таки энергичная собака, и с ней просто удовольствие работать. Я поздравляю вас с 25-летием. Желаю вам хороших эфиров, процветания, здоровья. И чтобы ваша программа выходила, и выходила нам очень всем нравится. Еще одна радость. Наконец-то на выставке мы встретили щенка-изеншнауцера. Порода редкой, но такой талантливой и умной. Мы очень долго выбирали породу собаки. Потому что мы хотели, чтобы у нее были отличные охранные качества. Но, помимо этого, нам нужно было, чтобы собака была не очень агрессивная. Потому что у нас еще есть мелкие породы. И кошки. И резеншнауцеры, они изначально выводились как охранные собаки. И при этом она очень добродушная к своим хозяевам. И мелких собак тоже не обижает. Со всеми дружит. Охраняет территорию. Веселая, игривая собака. Мы очень рады, что мы выбрали именно резеншнауцера. А к тому же сейчас это довольно редкая порода. Да, это точно. К сожалению, наши телезрители перестали брать резеншнауцера. Хотя я считаю, что по интеллекту собака даст фору многим. Ну, я с вами абсолютно согласен. Я знал об этом только из книг. У меня жена занимается собаками. Но, когда у нас появился вот этот щенок, это действительно она, как вы сказали, интеллектуальное качество. По отношению вот к другим породам, у нас их еще три разных порода, у нее гораздо выше. И вот случилось. С бастон-терьерами не Елена Волкова, а незнакомая мне молодая пара. Бастонщики стали приживаться на крымской земле. Очень добрая собака. Очень чувственная. Очень любит своих хозяев. Семейная, что самое главное. Играть мы любим всегда и везде. Очень резвый. То есть для семьи очень идеальная порода. Не требует большого за собой ухода, но и, как видите, очень любит играться. Порода действительно редкая и привлекает очень много внимания к себе. Это самое главное, мне кажется, что в нем есть. Это его харизма, так сказать. Самая настоящая собачья харизма. Собака действительно для семьи. Он может подстроиться под любой режим. То есть если вы любите активный отдых, он вместе с вами будет активничать. Если вы любите пассивный отдых, вместе с вами будет отдыхать на диване. Кто-то посмотрит на нас и скажет. Вот странный. Ну, купались бы в море, а то парятся на стадионе. Все мы успеваем. И на выставках бываем. Не только для титулов и самолюбия, а для радости общения. Выставка – это наша тусовка. Дружеская. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...